Кнопкодавство в действии. Как минимум два депутата Одесского горсовета при голосовании за проект генерального плана голосовали за себя и за соседа, сообщает интернет-издание Южный Курьер. При просмотре видеозаписи видно, что Олег Совик голосует за себя и за соседа. Также видно, как депутат Олег Этнарович тоже голосует за себя и за соседа слева. Таким образом, уже несколько голосов за генплан могут являться фальшивыми. Учитывая имеющуюся в горсовете практику кнопкодавства, можно предположить, что во время голосования могли быть и другие подобные случаи, не попавшие в поле зрения официальной видеокамеры Одесской мэрии, с которой велась трансляция. Не совсем понятно, для чего понадобилось прибегать к этой грязной технологии. Перевес сторонников генплана и так был очевиден. Однако консенсуса элит в Одесском горсовете нет, уверен Геннадий Чижов. Они перестраховались, понимая, что только половина корпуса депутатского реально на стороне действующего городского головы. Группа «Девыря и дела» вообще 37 человек. Поэтому они всеми правдами и неправдами, подкупами, уговорами, нажимом, соблазнами различными, скорее всего, натянули максимальное количество голосов, а остальных пришлось добирать вставляем карточки за себя и за того парня. Они привыкли, к сожалению, некоторые так работать. И кроме этого, руководство совета не предпринимает никаких реальных шагов для того, чтобы пресечь к напкодавству, или для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто к напкодавит. Это, по сути, молчаливо одобряется. Вообще атмосфера на внеочередной сессии была не под стать серьезности рассматриваемого вопроса. В ходе заседания было видно, как живо интересуются депутаты вопросами недалекого будущего города. Они смеяли, зевали, говорили по телефону, рассказывали друг другу анекдоты. В общем, всячески развлекали себя и коллег по депутатскому цеху. Махингишев своеобразный и шарик, мы не знаем, где, в каком наперске оказался. И нам открыли сегодня наперск, а там оказался не генплан, который был в 2011 году презентован, который был согласован предварительно на комиссии, а оказалось что-то нечто другое. Одесская власть подводит к себя под понятие нелегитимности. Генплан, в принципе, целенаправленно протаскивали втихаря, именно потому, что как минимум часть поправок согласительной комиссии там не учтена. И как минимум ряд объектов появился там, судя по всему, в обход закона. Это ставит под вопрос самую юридическую легитимность генплана. И вот это на самом деле появление незаконных объектов и неучтение решений согласительной комиссии дает возможность в будущем кому угодно оспаривать данный генеральный план. Анатолий Буйко обращает внимание и на то, что 22 депутата вообще не явились на заседание. Часть из них вполне возможно была в отъезде или на больничном. Но большинство считает эксперт. Не решились пойти против решения, которое проталкивал лично городской глава. А брать ответственность за столь сомнительный документ эти избранники не захотели. В зале есть кнопка «За», кнопка «Против», есть «Воздержался». А вот одесские депутаты придумали еще одну опцию принятия решений по тем вопросам, которые выносятся на сессию. Это не пришел на сессию. То есть они проголосовали ногами, грубо говоря. Подводя итог, Геннадий Чижов резюмирует. За кажущейся монолитностью городской власти скрывается совершенно иная картина. Это не говорит о том, что она уверенно себя чувствует. Скорее всего, они спакуют чемоданы уже, быстренько оформили привоз, быстренько оформляют поликлинику, быстренько все, что плохо лежит, пытаются передать. Может быть так, что будет оказан вводом политический недоверие этой власти. И не исключено, что какие-то уголовные дела будут возбуждены против руководства города. И, соответственно, мы с вами увидим, что другого выхода у центральной власти не было.